Эфир канала ОТС продолжает программа экстренный вызов. Детям до 16 смотреть не рекомендуется. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте, сегодня в выпуске. Детям до 16. Оставил население без качественной воды и заработал судимость. Бывшему главе Куйбышевского района области сегодня вынесли приговор по делу о превышении должностных полномочий. По вине чиновника жители 40-тысячного города остались без нормального водоснабжения. А бюджету нанесен ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Детям до 16. Детям до 16. И вновь перечислил на счета данные организации денежные средства в размере свыше 100 миллионов рублей. Фунт не обеспечил контроль качества выполненных работ. Также производились оплаты работ без их надлежащей приемки. Результат оказался предсказуем. Деньги вновь освоили, но объект в строй не ввели. Позже правоохранители и вовсе выяснили, что даже в случае успешного пуска обновленной станции местные жители чистой воды все равно бы не увидели. В итоге бывшему главе района инкриминировали превышение должностных полномочий. Сегодня Куйбышевский районный суд признал Виктора Функа виновным и назначил ему 4 года условно. Детям до 16. Детям до 16. Были опрошены граждане, проживающие в районе обнаружения трупа женщины. Также, естественно, делались проверки по базам безвести пропавших граждан. Здесь совпадения, к сожалению, не было. Фотография найденной женщины была размещена сотрудниками полиции в средствах массовой информации. И через некоторое время в полицию обратилась одна из жительниц города Новосибирска, которая данную женщину опознала. Свидетельница рассказала оперативникам. Погибшая ее соседка, жительница дома номер 3 по улице Римского-Корсакова. Потерпевшую здесь хорошо знали. Женщина часто выпивала, но при этом не доставляла никому хлопот. Она так безобидный человек был, хороший. Плохого никому никому не сказал. Не знаю, ни за чего. Вот там произошло все. С людьми она никогда не ругалась. Ну, то есть достойно себя вела? Ну, выпивала частенько. Она не агрессивная была. Однако правоохранители выяснили. Человек, которому злоупотреблявшая алкоголем женщина мешала, все-таки был. 31-летний сын покойный жил с матерью и тоже любил выпить, но в меньших объемах. От соседей мужчина узнал, чье тело нашли на свалке. И отправился в полицию. Он сообщил, что мать пропала несколько дней назад. Ее местонахождение ему известно не было. Далее мужчина был опрошен с использованием полиграфа. И в ходе опроса он сознался в убийстве женщины, сообщив, что деяние было совершено в ночь с 26 на 27 сентября в жилище, где он совместно с матерью проживал. Злоумышленник сообщил, что непосредственно после совершения преступления тела потерпевшего он поместил в мусорный контейнер, рассчитывая, что при погрузке отходов в мусоровоз тело обнаружено не будет. На время следствия Фемида отправила любящего сына под арест. Всего ему грозит до 15 лет за решеткой. Анна Скокартембалевич, экстренный вызов. Горел дважды. Специалисты выясняют, от чего загорелся расселенный барак в центре Бердска. Одни считают, что дом подожгли, чтобы поскорее освободить место под застройку. Другие утверждают, что бездомные едва не сгорели заживо, потому что решили согреться. В первый раз огнеборцы наведались в барак на улице Первомайской в пятницу днем. Сотрудники МЧС быстро справились с пламенем, а временные обитатели предназначенного под снос дома заявили, что их подожгли малолетние хулиганы. Во второй раз огненная стихия охватила расселенное строение в ночь на воскресенье. Очаг возгорания находился на первом этаже. По пустотам огонь поднялся наверх и полностью охватил крышу деревянного здания. Едкий дым закоптил комнаты, выгорели лестничные пролеты и ступени в подъездах. По прибытии к месту вызова пожарного подразделения было установлено, что открытым огнем горит расселенное здание. Дополнительные силы были направлены к этому месту пожара для скорейшего ликвидации. В час 0-3 открытое горение было ликвидировано, в 6 часов был пожар полностью потушен. На пожаре никто не пострадал. Специалисты предполагают, что причиной пожара в расселенном и обесточенном бараке стало неосторожное обращение с огнем. Признаков поджога, в частности остатков легковоспламеняющейся жидкости, дознаватели не обнаружили. Памяти пожарного в Новосибирске одной из улиц назовут в честь прапорщика МЧС Владимира Заровного. Три года назад огнеборец погиб при исполнении служебных обязанностей. Тем роковым июньским вечером 2014-го бойцы пожарной части номер 3 выехали на ликвидацию возгорания в частном секторе Октябрьского района. Особой сложности пожар, казалось, не представлял. Во дворе дома горел металлический гараж. Уже через несколько минут расчет был на месте. Руководил тушением прапорщик внутренней службы МЧС Владимир Заровный. Когда бойцы приступили к работе, стараясь не допустить распространения пламени на жилой дом, их командир решил провести разведку и приблизился к дымящему строению. В этот момент случилось непоправимое. Произошел взрыв. Взорвался в данном гараже металлический баллон с газом, с ацетиленом. В результате взрыва были получены ранения и совместимые с жизнью помощникам начальника Тарула Заровным. Через 20 минут врачи констатировали смерть. Осколки взорвавшегося баллона разлетелись на десятки метров. Один из них нашли на соседнем участке. Пожарные об этой бомбе замедленного действия ничего не знали. В суматохе хозяин домовладения попросту забыл их предупредить об опасности. Честно скажу, очень, конечно, очень горько. Вот за случившуюся. И я чувствую себя тоже, как говорится, косвенно в этом причастный. Поэтому я очень соболезную семье. И сожалею о случившемся. После взрыва полыхнуло с новой силой. Тем не менее, подопечные Владимира Заровного с задачей справились. К сожалению, уже без командира. У погибшего при исполнении 39-летнего прапорщика остались жена и двое детей. Всего в МЧС он отслужил 12 лет. На своем последнем пожаре Владимир оказался во многом по воле случая. Он подменял тогда сослуживца. Спустя три года после трагедии городские власти решили увековечить теме погибшего сотрудника. Постановление мэра города Новосибирска, одна из улиц в Октябрьском районе, названо именем Владимира Заровного. Это наш коллега, наш товарищ, который в 2014 году при ликвидации возгорания в жилом доме, к сожалению, погиб. Улица имени Владимира Заровного расположена в Октябрьском районе. Недалеко от места, где пожарный принял свой последний бой с огненной стихией. Леонид Лишенко, Анна Скок, Артем Валевич. Экстренный вызов. Минирует в городе и в области волна телефонного терроризма продолжается. Еще несколько учебных заведений в Ленинском, Железнодорожном и Калининском районах Новосибирска, а также школу в Куйбышеве эвакуировали сегодня после тревожных звонков. Сообщение о бомбе, заложенной в здании школы номер 10 в городе Куйбышеве, поступило сегодня в безчетверти 12. Схему использовали ту же, что и в прошлые разы. Неизвестный по телефону заявил, учебное заведение заминировано. Прибывшие сотрудники экстренных служб эвакуировали детей и педагогов, перекрыли движение в опасной зоне. Кинологи со служебными собаками обследовали учебное заведение и ничего не обнаружили. Оцепление возле школы сняли уже через час. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС.